В далёком 2006 году на Санкт-Петербургском монетном дворе была выпущена вот такая замечательная монета посвященная древнейшим городам России и вот таким городом тогда оказался торжок но появилась монетка и появилась тогда и я как бы её положил в альбом и вот именно сегодня вспомнил, что у нас сегодня день города и день этого города под названием торжок вот сравнительно по годам это 879-летие ну чуть-чуть не тысяча поэтому вот такой вот памятник городостроительства и центр льноводства сегодня как раз отмечает день города в первую субботу июня вот в 2018 году это дата как раз 2 июня а вообще год основания 1139-й есть такой торжок административный центр торжовского района Тверской области России город расположен на реке Тверце в 61 километре к северо-западу от Твери и 233 километра от Москвы через город проходит федеральная трасса Россия Москва-Санкт-Петербург ветка Октябрьской железной дороги в станции торжок узел железнодорожных линий Наржев Лихославль Соблага он был одним из крупнейших центров Тверской земли его многочисленные памятники архитектуры и мощные культурные шло земли свидетельствуют о высоком уровне развития культуры, ремесла, торговли в минувшие века первый город упоминается в летописи 1139 года в связи с захватом его суздальским князем Юрием Владимировичем Долгоруким новый торг с 13-14 веков, ставший торжком возник на перекурёстке водного и сухопутных торговых путей Тверца была частью водного пути который связывал Великий Новгород с Владимиром Суздальским землями используя систему рек и озёр купцы из торжка достигали Балтийского и Каспийских морей именно это и позволило ему стать одним из важных торгово-ремесленных центров не только Новгородской земли, но и Северо-Западной Руси уже с момента возникновения и досоздания Московского централизованного государства город входил в состав Новгородской земли был одним из её политико-административных центров торжок долгое время занимал особые положения в Новгородской земле в первой половине 15 века в городе даже шиканил собственные монеты и деньга новоторжеская география и экономика торжка обеспечила ему постоянный приток богатств из-за этого за свою многовековую историю торжок испытал три десятка разорений из них в семь раз полностью уничтожался здесь побывали монголы-татары, литовцы, поляки Владимир Суздальский и тибирские князья со своими дружинами но те же факторы, то есть экономические и стратегические значения города позволяли торжку, подобно Фениксу, возрождаться вновь и вновь и вновь в 1478 году торжок вошел в состав Московского централизованного государства положение торжка стабилизировалось и в 16-17 веках наступает период бурного роста города во всех его частях возникают концы города, которые позже разольются в магистральные линии застройки пик расцвета приходится на 18-19 века, когда через торжок проходит путь, связывающий две столицы Москву и Петербург например, Пушкин десятки раз бывал здесь с проездом впервые это случилось, когда в возрасте 11 лет он ехал со своим дядей в Петербург для сдачи экзамена в лицей и считается, что именно в торже Пушкин увидел вывеску Евгений Онегин, булочных и портновских дел мастер запомнил, обессмертил но вот после постройки Николаевской, ныне Октябрьской жилейной дороги и системы водных путей во вход торжка последний быстро превращается в обычный провинциальный городок сегодня население торжка это 47 тысяч человек всего-то-всего-то промышленность составляет 22 крупных и средних предприятий два из них включены в республиканский реестр объединений предприятий монополистов России это Паштехника и Торжковый завод полиграфических красок на долю которых приходится 70% всей промышленной продукции города электропоезда пригородного сообщения выпускает Торжковский вагоностроительный завод в Торжке расположен филиал проектно-конструкторскую бюро Главного управления локомотивного хозяйства АОА РЖД с 1931 года Торжок является центром льноводства в России в городе расположены всероссийские научные исследователи из Тутлина Торжок имеет статус памятника градостроительства входит в перечень исторических городов России ну и вот в начале лета он обычно и празднует свой день то есть сегодня волшебно Геральдике Геральдическое описание Герда гласит в лазоревом синим-голубом поле шесть голубей три золотые и три серебряные все с червленными красными ошейниками в виде ленты расположены в двух вертикальных рядах в шахматном порядке начиная с золотого флаг города представляет собой лазорев в сине-голубое полотнище воспроизводящий композицию гербового щита пропорции полотнища 2 к 3 ну что ж надеюсь те кто живет в Торжке расскажут какие вечерние красивые культурные мероприятия были в связи с днем города в комментариях пожалуйста отпишитесь ну что ж еще раз с днем рождения на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания что оно стреет с Продолжение следует...